МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в программе Автопатруль 112. Два маршрутных автобуса столкнулись во Владивостоке. В Андреевке плывут не только дороги, но и дома. Приставил к горлу нож и начал требовать деньги. Ранее судимый мужчина совершил сразу два ограбления. Приставил к горлу нож и начал требовать деньги. На женщину на улице Фастовской напал неизвестный мужчина, но в ситуацию вмешался прохожий. Злоумышленник ранил его ножом и скрылся с похищенной сумкой. Позже грабитель напал еще и на 16-летнюю девочку на улице Ольховой. Выхватил сумку с телефоном и банковской картой. По горячим следам задержан 41-летний ранее судимый житель Владивостока, который дал признательные показания. За поселком Соловей-Ключ на объездной дороге в сторону дач размыт проезд. Отсутствует и электричество. На территории дачных поселений произошла авария. Теперь электроподстанция не работает. Более 200 домов подтоплено в Барабаше. Администрация формирует списки пострадавших. В первую очередь людям окажут гуманитарную помощь. Сильнейший ливень разрушил несколько мостов и повредил дороги. Новый тайфун успел натворить неприятностей. На машины попадали деревья, которые снесло во время сильнейшего ветра. Пострадали и пешеходы. Так на Калинино упавшее дерево перекрыло проход по лестнице. Спускаться теперь придется по Косогору. В Андреевке объявлена эвакуация людей с отрезанных и затопленных участков. Смыт мост и размыт трубчатый переход, что привело к затоплению части дорог. Даже дома плывут по дорогам. Пункты временного размещения для жителей развернуты на базе местных школ в Андреевке и Зарубино. Во Владивостоке затопилось и Дамкинский дом престарелых и инвалидов. Вода из подвалов могла перететь в жилые помещения. На помощь пришли два пожарно-спасательных отряда МЧС. Всю ночь они выкачивали воду из подвалов двух зданий. Сейчас людям ничего не угрожает. Подземный переход на Красного Знамени в районе Кольца Толстого затопило. Теперь, чтобы пройти здесь пешеходам, понадобятся сапоги по колено. Ливневые стойки размыли дорогу на Шамару. Сейчас трасса выглядит устрашающе. Края дороги заполнены водой. Сухой осталась лишь узкая полоса с одной стороны шоссе. Улица Давыдова во Владивостоке буквально ушла под воду. Мощный поток стекает с возвышенности на улицу Русскую. Уходит вода в яму, накануне выкопанную коммунальщиками. До сих пор территория никак не огорожена. Два автобуса столкнулись во Владивостоке. Столкновение произошло на пересечении дороги и трамвайных путей. Из-за этого более чем на час остановилось движение трамваев. Встретились на дороге автобусы 66-го и 54-го маршрутов. Пострадавших нет. На Владивостокском Арбате стихия устроила настоящий погром. Штормовым ветром повалила конструкции фотовыставки. А кто-то еще и додумался утопить в фонтане электросамокат. Обвал в десяток метров между приморским поселком Рязановка и Сухановским перевалом. Разрушилась дорога. Теперь проезд в Хасанский район размыт в обоих направлениях. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СИГНАЛИЗАЦИИ СИГНАЛИЗАЦИИ СИГНАЛИЗАЦИИ